всем привет вот я вам рассказывала о том что я хочу посадить все свои орхидейки которые чуть-чуть нарастили корни хочу посадить их всех 1 у нас уже была посадочка более листерол вместе с керамзитом и хочу повторить также такой у меня стаканчик ахаха фирмы балтика с водичку вот у меня конечно есть джем махеев я их покупаю теперь и ем как сумасшедшие эти джем и на самом деле их люблю ну приятное с полезным совмещаю вот но этот стакан как-то мне кажется для этой орхидейки более удобный потому что не такие узкие листья и мне хочется чтобы она стояла на стеллаже у меня возвышаясь немножко над другими потому что этот стакан махеев поджима он чуть ниже а этот чуть выше так будет удобнее мне когда они там все на разной высоте немножко друг другу не будет мешать немножко 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 прямо добавим опять вот этого чудесного чудесного материала буду любоваться красоту такой желтенький поддончик не попался прям чудный так теперь теперь мы будем устанавливать нашу орхидейку так очень надо аккуратно чтобы корешочек не повредить единственный можно сказать приличный вокруг аккуратно ее надо обложить со всех сторон тут она не шаталась держалась немножечко керамзит немножечко с двух сторон чтобы не шаталась она мельче на все таки конечно основная посадка все равно это у меня керамзит как ни крути вот прямо люблю керамзит теперь не могу все таки не знаю как все таки сажают полностью орхидейку такой вот материал легкий не представляю это булыжник на дно или булыжник сверху чтобы орхидейка не переворачивалась горшок же легкий мне кажется это все таки не очень удобным для посадки взрослой хорошей большой орхидеи большими листьями мне кажется она будет перевешивать горшок ну опять же если булыжников не наложить у меня нет такого опыта посадить большой орхидеи в легкий такой легкий нарезанные вот эти штучки только аринимашечки я сажать буду да пока что посмотрим они будут расти корешки корешки буду давать у меня же еще пеноплексы лист который тоже все надо как-то собраться и нарезать его такими кусочками маленькими так ну вот так пока будет она сидеть так сейчас сейчас я налью ее водички много у меня получилось такой стакан удобный прямо держать его уроки очень приятно такой здесь как в талии узкий сколько я налила так вот наверно хватит что у нас тут с вами получилось где-то вот так наверно воды да а нет воды вот это я просто сверху лью и поэтому керамзит пока что мокрый где-то так вот наверно вот так вода у меня сам корень наверно длинный чуть повыше я думаю что не касается внутри воды те те корешочки тем более как-то вот так вот получается ну по-моему ничего да красота ну вот здесь я его поставила но вообще вообще я хочу поставить на задний план у меня тут какие видите огромные уже корни они такие жирные они меня пугают прямо как палец прямо так просто конечно у меня здесь стоят еще вот эти пересаженные миньки мне наверно уберу другую полочку чтобы здесь было мне легче наблюдать ох вот поняли да почему я хочу высокий стакан когда горшки вообще у меня некоторые горшки стоят кашпо чтобы у них была разная высота ну чтобы они друг другу на полке не мешали так больше влезает на полочку когда на разной высоте так ну что у нас тут все хорошо осталось у меня значит вот эта одна доходяга не знаю буду ее сажать все таки или подождать еще ну корень тут этот видите это он раскуклился со старого все таки выросла и пошел расти так быстро растет второй рядом тоже раскуклился может быть и эти рядом тоже начнут вот и вот это конечно меня тоже очень сильно радует маринина орхидея кто девочки знает что мне марина подписчица моя отдала орхидейку вот и она вот очень долго сейчас долго долго думала и наконец-то и поперли поперли корешки ну вот если она так будет быстро сейчас наращивать ну буквально не знаю недельку едам еще а потом я ее тоже посажу может быть даже и вот в такой сразу и большое кашпо но под из-за листьев потому что конечно в таком стаканчике в маленьком или вот в таком листе конечно эти они будут висеть а так все-таки горшок хотя можно что-то подпереть наверное но это я буду думать еще еще она пусть постоит она у меня там стоит видите на кочерыжке а кочерыжка на предистале там выемка такая в кашпо а вокруг керамзит и в этом керамзите вода как таковой воды она не касается она так вот немножечко упирается там корнем даже корнями не касается воды она в подвешенном состоянии ощущает влагу вокруг себя только и больше ничего это вот кто спрашивал мочу ли я корни подливаю ли я им чего-нибудь нет девочки и мальчики ничего им не подливаю ну что что можно подлить в таком состоянии растению я даже не представляю все что мы можем сделать это намазать от гнили вот максимом ну плюс он еще там дает какую-то стимуляцию для роста корней а вот всякими остальными препаратами но нет смысла нет смысла это смешно растение он при смерти почти его как-то стимулировать чтобы он там из последних сил что-то дернулась и выдала вам как как мы нам кажется какой-то корень еще дополнительный лист дня я думаю что не стоит мучить воды как видимо достаточно вы же видите вот растут они просто над водой даже и не касаясь в общем вот так вот пока что все всем спасибо за внимание всем пока